как мы знаем если в какой-то стране вовсю идет подготовка к цветной революции то эта цветная революция как правило случается однако в случае с молдовой предчувствие майдана не оправдалось молдова страна чудо учитывая похожее настроение ядерного электората для усатого дадон является более важным конкурентом чем санду проигрыш выборов действующим президентом вполне может вылиться в перетекание части его электората к нашей партии рената усатого на следующих парламентских выборах чака газ грасля да что же это за фамилия так тем временем в нагорном карабахе на протяжении всей прошлой недели можно было наблюдать классическую иллюстрацию крылатой фразы горе побежденным здравствуйте уважаемые зрители с вами международная панорама и я даниил богатырев как мы знаем если в какой-то стране вовсю идет подготовка к цветной революции то эта цветная революция как правило случается однако в случае с молдовой предчувствие майдана не оправдалось точнее для пресловутого торжества демократии подразумевая демократическую партию сша и их воспитанников по всей восточной европе на сей раз не потребовалось выводить агрессивные толпы на улицу на утро после второго тура выборов прошедшего 15 ноября после обработки практически всех протоколов стало известно что майя санду победила на выборах президента молдовы набрав 57,7 процентов голосов действующий президент игорь дадун получил 42,2 процента майю санду принято считать проевропейским и прорумынским кандидатом в отличие от действующего президента молдовы игоря дадона которого называют пророссийским санду 48 лет ее биография типична для политиков которых воспитывают западные грантовые структуры для продвижения своих интересов разных странах новоизбранная президент выпускница гарварда на пост главы государства она баллотировалась во второй раз на прошлых выборах санду проиграла дадону который пришел к власти на волне недовольства населения правлением про европейских политических сил и их коалиций кресло премьера майя санду заняла в июне прошлого года в результате коалиционного соглашения между партией социалистов игоря дадона и политическим блоком акум который она и представляет она сразу же заявила что приоритетом ее правительство будет налаживание отношений с евросоюзом через пару месяцев парламент вынес ее правительству вот ум недоверия по инициативе социалистов учитывая политическую ориентацию майи санду не удивительно что ее поддерживали бывший премьер-министр польши и председатель европейского совета дональд туск председатель христианско-демократического союза германии аннегрет крамп карен бауэр и президент румынии клаус йоханнес нынешнюю победу кандидату про европейских сил одержала во многом благодаря голосам молдавских гастарбайтеров живущих в ес дело в том что за границей работает примерно каждый третий трудоспособный молдаванин в этих условиях голоса на зарубежных участках становятся чрезвычайно важны конечно для избирателей додона значительная часть которых находится на заработках в россии этот тезис тоже справедлив однако в ес все же работает больше молдаван западная пресса описывает победу санду в мажорных тонах тем не менее не забываю упомянуть что в реалиях молдавской политической системы решающую роль играет парламент а не президент вот например что пишет в своей статье выборы в молдове про европейский кандидат санду лидирует по предварительным результатам обозреватель bbc стив розенберг цитата но это было также голосование о том должна молдова смотреть на восток или на запад майя санду выступает за более тесные связи с европой поражение действующего президента игоря додона вызывает смущение кремля президент владимир путин открыто поддерживал его в этой гонке тем не менее молдова парламентская республика без парламентского большинства местным президентам приходится отчаянно бороться для достижения своих целей а ума и санду парламентского большинства нет наряду с голосами про европейский настроенных избирателей и гастарбайтеров победа санду была обусловлена еще одним интересным фактором занявший по итогам первого тура выборов третье место и набравший 17 процентов голосов мэр города бельце рената усатый вопреки убеждениям своего электората призвал голосовать против игоря додона а значит за маю санду за неделю до выборов после встреч с послами сша и румынии рената усатый пребывая в состоянии некоторой растерянности объявил в соцсетях о поддержке мая санду призвав голосовать против игоря додона во втором туре это заявление было весьма странным учитывая то что электорат усатого составляют русскоязычные и прорусски настроенные жители молдовы учитывая идеологическую дихотомию второго тура президентских выборов ему логичное было бы поддержать игоря додона но видимо слова западных дипломатов возымели успех и усатый призвал голосовать за санду кроме того наверняка сыграла свою роль внутривидовая конкуренция которая как мы знаем обычно бывает самой ожесточенной учитывая похожее настроение ядерного электората для усатого додон является более важным конкурентом чем санду проигрыш выборов действующим президентом вполне может вылиться в перетекание части его электората к нашей партии рената усатого на следующих парламентских выборах здесь не стоит забывать что молдова как мы уже писали выше парламентская республика несмотря на димарш с поддержкой санду рената усатый все же попытался сохранить лицо перед своими избирателями и направил кандидату от про европейских сил пять вопросов по собственному заявлению политика это вопросы от его электората вот они первый вопрос проблема описания лекарственных препаратов на разных языках на которых общаются люди в молдове как она будет решаться 2 как будут праздновать в молдове 9 мая 3 каким будет язык обучения 4 молдова будет присоединена к румынии у нее не является основным вопросом даже в политической повестке нашей соседней страны зачем пугать людей тем что никогда не произойдет пятый вопрос почему до сих пор нет четкого определения в течение какого времени будет распущен парламент страны поскольку эти вопросы были заданы не в ходе публичных дебатов или брифинга а на личной странице усатого фейсбук ответов на них от майи санду он так и не получил в геополитическом плане основным последствием победы майи санду станет демонтаж того политического консенсуса который был достигнут в молдове летом прошлого года совместными усилиями россии и евросоюза тогда напомним из страны был изгнан единственный молдавский олигарх валерий плахотнюк а все органы власти насколько это было возможно были очищены от его ставленников при этом в стране установился противоречивый тандем в котором пророссийский президент игорь дадон соседствовал с проевропейским премьером майей санду на протяжении последнего года каждый из внешних игроков россия и с пытался переломить ситуацию в молдове в свою пользу методом кулуарной политической борьбы как мы видим по итогам президентских выборов чаша весов склонилась в пользу проевропейской санду вероятно в ближайшее время у молдовы существенно охладятся отношения с россией также стоит ожидать пробуксовок в диалоге с неподконтрольным кишиневу приднестровьем в период президентства дадона этот диалог поддерживался на высоком уровне теперь же отдельные эксперты считают вероятным даже самые жесткие сценарии вплоть до разморозки приднестровского конфликта впрочем с нашей точки зрения такой сценарий практически невероятен но охлаждение отношений с приднестровьем и пробуксовка переговоров сопутствующим осложнением экономических отношений будут почти наверняка политической обстановке в молдове и вокруг нее нам поможет разобраться политический аналитик руслан безяев здравствуйте руслан добрый день даниил добрый день уважаемые зрители как вам итоги второго тура президентских выборов ожидали ли победы санду или же все-таки думали что фаворитом будет дадон и за этим последует молдавский майдан нет вы знаете все таки я предполагал что в той или иной форме возможно возникновение майдана в молдавии но судя по результатам первого тура выборов я так понимаю было принято не публичное решение основными внешнеполитическими игроками о том что следующим президентом молдовы будет майя санду и скорее всего молдава встанет на путь до срочных парламентских выборов то есть вы считаете что это могло быть элементом той договоренности которая была заключена между россией и ес относительно молдовы фактически еще более года назад то есть консенсуса между партией социалистов дадона и проевропейскими силами у меня наоборот у меня наоборот например складывается впечатление что этот консенсус сейчас рушится то есть что удалось евросоюзу румынии перетянуть так сказать на свою сторону чашу весов не согласен посмотрите как вел себя рената усатый фактически пророссийский политик в молдове он поддержал дадона де-факто нет нет поддержал санду поддержался как вы думаете почему это случилось ну думаю из-за давления европейских посольств он встречался западными дипломатами перед этим я думаю что это произошло в том числе потому что он скажем в россии ему порекомендовали не поддерживать дадона почему потому что за последний год когда дону скопилась масса претензий в том числе в москве если мы почитаем внимательно российскую прессу то есть это у нас дадон ассоциировался с пророссийским политиком молдове но на самом деле как мы понимаем риторика это не всегда означает действие а очень часто риторика и действия расходятся следовательно из того что я вижу и понимаю дадон перестал устраивать москву и в принципе майя санду стала компромиссным вариантом насколько она будет про европейский это уже второй вопрос мы же помним что тот же петр алексеевич порошенко пришел под лозунгами европейской интеграции ес нато и так далее но если мы возьмем действия не лозунги то мы поймем что как раз за эту пятилетку от европы и от нато мы отдалились на очень большое расстояние ну понятно что когда мы говорим о про европейскости или про евроатлантичности каких-то режимов в восточной европе то мы понимаем под этим в первую очередь риторику и в первую очередь их ну такую что ли антироссийскую направленность но вот очень интересная версия у вас на самом деле руслан потому что мне непонятно чем же санду в таком случае которая однозначный ставленник просто вот западных структур лучше дадона для россии для запада понятно чем лучше а вот для россии какой в этом смысл смотрите во первых экономика молдовы по-прежнему очень сильно зависит от россии и кто бы не делал какие заявления знаете экономика поставит в этом споре очень жирную однозначную точку во вторых насколько я понимаю по первым заявлениям санду по тому что собирается она делать в первую очередь она не собирается идти по пути украины помните она сказал у нас не будет как в украине мы не будем закрывать школы мы не будем создавать гуманитарные проблемы мы займемся вопросами экономики у нас целый пул вопросов красивых том числе экономических которые мы хотим решать и самое главное на мой взгляд почему привели санду будет закрываться вопрос приднестровской молдавской республики которая знаете стала такой серой зоной контрабандной которая фактически могла существовать только в одном случае когда молдавия шла в румынию ну так вообще и на запад в частности сейчас этот вопрос уже так не стоит я думаю следующим этапом будет решение приднестровского вопроса ну так вот фактически санду очень многие связывают как раз с унионистскими настроениями с тем самым походом в румынию и даже вот кандидат ринато усатый задавал ей там пять вопросов и в числе прочих там был вопрос о воссоединении с румынией вот каким образом в таком случае может решиться вопрос приднестровья то есть не может же она быть интегрирована в молдову вот прям как она есть знаете это очень сложный процесс будет интеграции приднестровской молдавской республики в молдову но с избранием а я санду он получит второе дыхание еще раз повторюсь давайте смотреть не на то что политики говорят а то что они делают и действия санду на мой субъективный взгляд как раз и будут заключаться в том чтобы провести плавную интеграцию пмр молдову таким образом закрыть еще один постсоветский конфликт и мы с вами прекрасно понимаем по последним событиям в евросоюзе что ни о каком вступлении в евросоюз молдовы в обозримом будущем речи не идет точно неизвестно в какой конфигурации будет евросоюз через пару лет вы же видели заявление польши и венгрии ну да разумеется понятно что там не идет речи о вступлении в евросоюз и тому подобных вещах но вот относительно тоже не идет даниил и тем более не идет речь о вступлении в румынию молдову ну да в румынии этот вопрос там все менее популярен становится экономический он этого он экономически не актуален в первую очередь а уже потом мы можем говорить о лозунгах поэтому фактически в молдове продолжается реализация старых договоренностей почему она продолжается потому что на данный момент эти договоренности устраивают обе стороны как всегда происходит в геополитике договоренности действуют ровно до того момента пока не устраивают обе стороны поэтому молдава молдаве как бы при президенте санду будет уже немножко не такой как она была при додоне то есть будут убираться очень многие конфликтные линии как внутри общества так и с точки зрения территориальной целостности молдавии меча самому интересно на каком этапе моя санду станет более пророссийским президентом как от вас принято говорить чем был до этого дадон я думаю что пройдет не более полугода и мы получим ответ на этот вопрос но на самом деле очень любопытная точка зрения учитывая то что дадон налаживал контакты фактически на высшем уровне с приднестровьем и вряд ли подобный диалог на уровне там президентов президента молдовы и президента непризнанной республики будет возможен при санду но мне по крайней мере сказала что она будет решать этот вопрос что было подписано более 300 документов по приднестровье но ни один из них не был выполнен потому что приднестровье по ее словам превратилась серую контрабандную зону более того санду собирается в самое ближайшее время насколько я понимаю встретиться с владимиром путиным или кем-то из высшего российского руководства обратите внимание на ее первое интервью они вообще не носят про антироссийского направленности более того как бы в ее программе еще раз говорю нету то что мы называем украинизации помните как у нас по образованию пошло но безусловно но кстати вот если мы вспомним программу петра порошенко в четырнадцатом году то он приходил тоже на лозунгах как бы смешно это не звучало как президент мира но это не означает что он собирался их выполнять поэтому первые программные заявления это очень такая скользкая вещь разные эпохи понимаете другая эпоха сейчас настала вот первая коронавирусная карабахская война она как бы дала начала вообще периоду схлопывания конфликтов на постсоветском пространстве поэтому давайте все таки сейчас наблюдать за тем как за тем как будет развиваться ситуация уже с точки зрения новых геополитических реалий а не тех процессов которые мы наблюдали с 2010 по 2020 год и ситуация в молдове чем интересно что когда есть консенсус между западом и россии то как правило решить все спорные вопросы в том числе территориальное можно когда этого консенсуса нет то решить этот вопрос невозможно как бы кто не говорил и с какими лозунгами не побеждал бы на президентских выборах давайте не забывать что не только президент порошенко пришел на риторики мира но и президент зеленский считает что его ключевая задача в его политическом цикле это мир и реинтеграция возврат территории но как мы видим на территории украины консенсуса между западом россии не наблюдается соответственно у нас мирный процесс ну приблизительно остался на уровне где-то 2016 2017 года молдаве же все происходит динамично не только потому что молдавия меньше и только потому что там скажем проще провести некоторые политические процессы а в первую очередь потому что концерт соблюдается обратите внимание ведь в россии поражение додона не считают каким-то там предательством трагедии и прочее тогда он спокойно признал результаты выборов хотя в принципе мог же их оспорить ну там был достаточно большой разрыв все-таки мы же понимаем что такое большой или небольшой разрыв на примере тех же соединенных штатов америки если человек хочет он делает если он не хочет понимать он не делает а большой разрыв небольшой знаете это все категория допуска соединенные штаты уже стали фактически анти примером но вот что касается молдовы я конечно считаю что по ней консенсус возможен в силу ее гораздо меньшей геополитической значимости чем у украины то есть молдова геополитическая значимость во вторых принципе молдова это очень интересный транспортный коридор знаете там где деньги там всегда заканчиваются войны данном случае вот этот принцип знаете на молдове можно применить в первую очередь исходя из тех моментов о которых мы с вами говорили с украина гораздо тяжелее почему потому что и геополитически мы больше и вес у нас пока еще побольше чем у молдовы и проблематика немножко другая почему потому что у нас играет сразу несколько игроков на нашей территории сейчас британия заходит еще вообще будет негде протолпиться в молдове же все просто достигнули консенсус убрали плохотнюка тогда дали спокойно провести выборы ведь обратите внимание если бы скажем россия ставила на додона я думаю что процент явки так называемых пророссийских регионов был бы гораздо выше и совершенно по-другому вел бы себя рената усатый просто нам не всегда на мой субъективный взгляд показывают то что происходит на самом деле проще это сделать знаете такой проевропейский консенсус молдоваться европа и так далее но еще раз повторюсь политика судят не потому что он говорит а потому что он делает я еще не удивлюсь если я мая санду очень и очень часто будет нас с вами удивлять именно не тем что она говорит а тем что она делает ну что ж это будет интересный сценарий если все пойдет действительно так как вы говорите благодарю вас за беседу руслан в гостях да в гостях у международной панорамы был руслан безяев политический аналитик пока в молдове которая при всем уважении никогда не претендовала на мировое лидерство подсчитали все голоса на президентских выборах за ночь в сша мнящих себя цитаделью демократии подсчет не завершен даже спустя две недели после воли изъявления американская поствыборная чехарда продолжается вопреки массированной атаке со стороны демократических мейнстримных сми и даже призывом части своих однопартийцев дональд трамп отказывается признавать поражение в борьбе за президентское кресло справедливо требуя в судах пересчета голосов после весьма сомнительного подсчета в некоторых штатах он продолжает обвинять демократов в мошенничестве так на прошлой неделе трамп написал в своем твиттере цитата байден победил потому что выборы были сфальсифицированы не были допущены к подсчету голосов наблюдатели от республиканцев голоса подсчитывались принадлежащие радикальным левым частной компании с плохой репутацией доминион и ужасным оборудованием целом по заявлениям трампа при помощи системы доминион у него было украдено более 2 миллионов голосов эту систему активно обличает и адвокат действующего президента рудольф джулиани в частности в своем недавнем интервью fox news он заявил цитата это иностранная компания которая имеет тесные связи с венесуэлой и следовательно с китаем и использует программное обеспечение венесуэльской компании которая использовалась для фальсификации выборов в других странах отсылки к венесуэле и связи с социалистическими странами понятны для консервативной части американского избирателя такие обвинения системы подсчета голосов автоматически ее демонизируют впрочем настоящая проблема системы доминион далеко не в связи с венесуэлой а в связи с демпартии сша еще 7 ноября пресс-секретарь республиканской партии сша элизабет харрингтон на своей странице в twitter написала о том что система доминион создавалась при финансовой поддержке фонда клинтонов для проведения электронных подсчетов итогов голосования странах третьего мира как написала харрингтон цитата программное обеспечение доминион предполагается использовать в развивающихся демократиях внезапно становится понятно почему эти выборы выглядят как в третьем мире возмутившись фальсификациями на выборах 14 ноября сторонники дональда трампа вышли на митинг в вашингтоне чтобы поддержать своего кандидата в борьбе за пересчет итогов голосования очевидцы и сми оценили численность собравшихся в несколько тысяч человек сам глава государства написал в twitter о сотнях тысяч сторонников а пресс-секретарь белого дома кэлли маккеннани заявила о более чем миллионе марширующих сейчас вы можете видеть кадры с этого мероприятия на экране судя по ним в поддержку трампа в вашингтоне собралось несколько десятков тысяч человек что немало для американской столицы почти поголовно голосовавший за байдена но гораздо более примечательно то чем закончился митинг республиканцев вашингтоне после масштабного марша в поддержку трампа и против фальсификации выборов президента сша произошли массовые нападения активистов black lives matter и сторонников байдена на приверженцев трампа агрессивные леволиберальные и черно-расистские радикалы атаковали участников митинга избивая их толпой в некоторых случаях упавших на асфальт продолжали избивать ногами данная ситуация демонстрирует то насколько мобилизован и готов к радикальным действиям уличный актив демократов состоящий из деклассированных элементов левых радикалов и жителей черных гетто глядя на кадры избиения сторонников трампа в ходе мирной поствыборной демонстрации которая уже мало что решает не трудно представить себе размах беспорядков устроенных стоящими за байденом кругами в случае победы трампа в русскоязычном сегменте интернета в последние недели модно высказывать предположение о том что трамп еще не проиграл и у него хорошие шансы на победу которую он отстоит в суде подобные суждения весьма наивны следует понимать что выборы не выигрывают в судах а пока трамп погрязнет судебных тяжбах байден будет плавно перебирать власть иллюстрации того как это происходит служит призыв нескольких сенаторов от республиканской партии в частности джона корнина рона джонсона джеймса лэнгфорда чака граслия и линдси грэма предоставить байдену доступ к ежедневным разведывательным отчетам для понимания того что это означает скажем что данная процедура является традиционной для введения новоизбранного президента в курс дел относительно обстановки в мире и заметьте эти призывы раздаются от сенаторов республиканцев они демократов несмотря на то что трамп сохраняет теоретическую возможность отстоять свою победу на выборах верховном суде сша с практической точки зрения шансы на это довольно малы в текущих условиях верховный суд скорее всего будет руководствоваться не партийной дисциплиной большинство из его судей представители республиканцев а политической конъюнктурой последняя же состоит в том что массовая пропаганда уже объявила байдена президентом а радикальные сторонники демократов на улицах готовы избивать любого кто с этим не согласится подробнее о поствыборных перипетиях в соединенных штатах поговорим с юристом-международником кириллом барашковым здравствуйте кирилл здравствуйте ганил как вам в целом та ситуация которая сложилась в соединенных штатах вот уже две недели прошло с момента выборов официально победитель так и не объявлен демократические сми и либеральная общественность напирают давят всякое инакомыслие и утверждают о том что джо байден однозначно победил и никакой ревизии быть не может тем не менее трамп стоит на своем на улицах уже происходят митинги недавно вот в вашингтоне в прошлые выходные сторонников трампа избивали сторонники байдена бвм щеки так сказать показывая свою решительность вот как будут разворачиваться события дальше и как вы оцениваете этот бардак в центре мирового либерализма и демократии смотрите во первых я бы не был так категоричен по поводу вашей формулировки поствыборные поствыборная ситуация да потому что выборы по сути продолжаются продолжается подсчет голосов продолжаются продолжаются как вы правильно заметили баталии предвыборные поствыборная да вот по моему самым главным результатом того что происходит сейчас то то что уже случилось то что можно констатировать это то что до президент то есть мы мы имеем совершенно совершенно необычную совершенно совершенно уникальную ситуацию когда президент соединенных штатов это не журналисты это не общественные деятели крама а громогласно на весь мир заявил что в соединенных штатах америки возможно и существует подтасовка голосов существует кража голосов и выборы не являются честными при том что мы помним да что последние десятки лет именно соединенные штаты учат соседние не только соседние страны обще страны по всему миру честным в кавычках выборам как нужно избирать как нужно голосовать и так скажем пытались устанавливать стандарты выборной демократии вот интересно кстати о том о чем вы сказали в этом выпуске мы будем еще освещать выборы в молдове так вот там за ночь фактически подсчитали все голоса в штатах не могут две недели подсчитать но это так что называется для сравнения в последнее время и ходит же тезис о том что штаты стали немножко украинизировались да мы видим наши выборы где мы считаем десятками дней неделями голоса на участках скажем тогда с населением несколько десятков тысяч человек поэтому соединенные штаты америки достойно я считаю перенимают наш опыт идут фор вы идут именно в украинском форваторе кирилл есть такая конспирологическая или не очень конспирологическая теория о том что дональд трамп вот этими судебными процессами пытается просто довести итог голосования до того чтобы победителя определял конгресс потому что американское законодательство предполагает такую формулировку что если невозможно в результате выборов установить победителя или если вышли сроки то тогда конгресс будет определять то есть если не будет допустим ни у одного из кандидатов 270 выборщиков необходимых для победы тогда тоже победителя будет вот определять конгресс а там соответственно в верхней палате у республиканцев большинство как вы считаете такой сценарий возможен на сегодняшний день вы знаете я бы не рискнул комментировать действие и вообще прогнозировать действие дональда трампа это прожженный бизнесмен прожженный скажем так деловой человек за имевшие десятки не десятки семь банкротств в свою бизнес историю и кто что касается игры на грани фола и блефа он освоил в принципе я считаю виртуозно поэтому и и эту всю эту ситуацию и как бы и и полностью обратную исключать невозможно опять же из того что видит сторонний наблюдатель да мы с вами сидя в украине мы видим что голоса в ключевых штатах так называемых днями неделями держатся подсчеты на отметке 98 99 процентов мы видим что приходят мы видим графики мы видим достаточно явно если им верить в бросы и скажем так некие махинации с голосами да и задача трампа все это доказать она сложная но она не кажется невозможной в любом случае основная новость этих выборов это не вопрос трампа или байден опять же я считаю а понимание и у соединенных штатов первую очередь внутри и у всего мира во вторую очередь о том что эталон демократии таковым мягко говоря не является много говорят на сегодняшний день о скажем так силовом ресурсе в этой борьбе потому что мы понимаем что в судах выборы не выигрываются ну при всем желании даже при вынесении какого-то положительного решения для истца выборы выигрываются в том числе и общественным мнением и в спорных ситуациях нередко на улице вот что вы можете сказать по поводу уличного актива с моей точки зрения конечно демократы в этом отношении более подготовлены и их уличный актив он более отчаянный ему нечего терять то есть вот выходцы из черных гетто всевозможные асоциальные деклассированные элементы в то время как избиратели трампа это люди которые все-таки ходят на работу заняты преимущественно в реальном секторе будь то промышленность или сельское хозяйство и мне кажется что к такой систематической протестной активности они не готовы а вы что думаете по этому поводу ну вы знаете мы конечно не желая соединенным штатам такого прямого уличного гражданского противостояния ни одной стране ни одному обществу этого пожелать невозможно да вы правы более активные более медийный я бы сказал это безусловно сторонники блм демократической партии антифа и прочее но сторонники трампа при том что они более инертны они по статистике они намного лучше вооружены они в целом имеют более скажем так существенный финансовый ресурс и они имеют что немаловажно с моей точки зрения в этой ситуации это поддержку пускай и не прямую пускай и скажем так глубинную поддержку правоохранительных органов той же полиции потому что не республиканцы они сторонники трампа вышли на улице с лозунгом дефант деполис да то есть лишить финансирования лишить финансирования лишить зарплат полицию в самый сложный момент работы этой полиции когда она пыталась справиться со стихийными протестами тех же блм и то что я знаю то что я изучал десятка условно в основном демократических финансирование полиции таки было урезано что безусловно не могло вызвать позитивную реакцию с ее стороны да действительно такая проблема существовала это вот еще после летних протестов блм щиков ну вот кстати чем бы не закончились выборы в соединенных штатах кто бы не стал в итоге президентом америка уже поляризирована и разделена фактически пополам и противоречия между этими двумя америками становятся все более непримиримыми это означает что любому следующему президенту придется жить и править в условиях в которых фактически половина страны будет находиться в жесточайшей оппозиции к нему и будет готова в любой момент ну фактически поддержать какие-то в том числе возможные радикальные изменения вот что вы думаете по этому поводу то есть насколько судьбоносным насколько важным является вот это разделение америки в контексте ее новейшей истории и ближайшего будущего но я могу сказать как человек достаточно хорошо знакомый и принципе живший в соединенных штатах и часто бывает америка разделилась не сегодня америка разделились не вчера это разделение существовало это разделение существовало там всегда да она была чуть-чуть затерта социальными программами в отношении того же чернокожего населения последние годы но в целом ничего особо не изменилось просто сейчас с в связи с той же самой пандемии в связи с скажем так ухудшившими ухудшившимися социальными показателями стало более явно и вышло и вышло на поверхность не расовое не социальное разделение не разделение на бедных и богатых которые сейчас и стиль находится на историческом уровне она была всегда поэтому сейчас мы просто видим то что это вышло на поверхность и стало абсолютно очевидно не только внутри каких-то групп внутри сша а и всему миру в принципе который был скажем так немножко дезориентирован красивой картинкой новостей cnn и голливуда о жизни соединенных штатов и чревато ли это обострение противоречий внутренних в американском обществе какими-то серьезными потрясениями в ближайшем будущем безусловно и мое личное мнение да эту ситуацию обратно не загнать уже не сможет никто тем более не сможет загнать пожилой крайне пожилой джо байден тем более не сможет загнать даже если с джо байденом произойдет связи с его возрастом некая скажем утрата трудоспособности на тем более не сможет загнать крайне одиозная камала харрис которая скажем так у нее неоднозначная репутация в соединенных штатах у нее неоднозначная деловая репутация неоднозначное и скажем неоднозначное отношение к ее работе в тем в той же полиции до у населения поэтому я считаю в целом точка невозврата уже пройдена соединенными штатами и вопрос в том когда это станет абсолютно очевидно не только нам не только нашим зрителям но и абсолютно абсолютно всему миру это вопрос времени причем скорее всего небольшого спасибо вам за беседу кирилл на связи с международной панорамой был адвокат международник кирилл барашков тем временем в нагорном карабахе на протяжении всей прошлой недели можно было наблюдать классическую иллюстрацию крылатой фразы горе побежденным армянское население поспешно покидает кельбаджарский и лачинские районы которые согласно подписанному на прошлой неделе соглашению о прекращении боев на горном карабахе должны отойти под контроль азербайджана в период с 15 ноября по 1 декабря причем речь идет именно о тотальном исходе населенные пункты до недавнего времени заселенные армянами пустеют буквально за считанные дни местные жители не желая оставлять ничего азербайджанцам выносят из своих домов все пожитки снимают даже окна и двери многие поджигают свои дома чтобы они не достались неприятелю имеет место также массовое выкапывание останков умерших родственников для последующего их захоронения на новом месте жительства семей люди боятся что азербайджанцы могут осквернить могилы их предков фактически в некоторых районах карабаха мы наблюдаем подобие того каковы были последствия войн на уничтожение в прежние времена как мы уже говорили в предыдущих передачах уровень взаимного ожесточения и дегуманизации армян и азербайджанцев предельно высок армяне знают что несмотря на прописанную в договоренностях о прекращении войны возможность проживать в карабахе под контролем миссии оон по делам беженцев на деле остаться на месте для них может быть чревато кровавой расправой вероятно для армянского народа трагедия поражения в недавней карабахской войне еще долго будет оставаться незаживающей раной первые подсчеты потери армянской стороны по итогам войны также вызывают шок согласно данным совета нацбезопасности армения в ходе войны потеряла 4750 человек убитыми учитывая то что эти данные еще не окончательны а также то что власти любой страны склонны преуменьшать военные потери своей армии реальное количество убитых армянских солдат может быть еще большим на этом фоне в армении разворачивается политический кризис протесты оппозиционно настроенных граждан против премьера никола пашиняна становятся все более радикальными несмотря на то что отправить его в отставку собрав к ворум в парламенте не получилось как сообщила 12 ноября издание кавказский узел лидеры четырех партий и еще восемь оппозиционеров были заподозрены в организации митинга во время военного положения и разглашение государственной тайны в числе подозреваемых по обеим статьям оказался и глава партии отечества артур ванэцян который после бархатной революции 2018 года был назначен главой службы нацбезопасности армении однако в сентябре 2019 года был отправлен в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны николом пашиняном помимо всего прочего ванэцяна подозревают в подготовке покушения на убийство премьер-министра пашиняна все 12 подозреваемых являются сторонниками 17 оппозиционных сил которые создали комитет спасения после подписания мирного соглашения с азербайджаном и добиваются отставки пашиняна организованные ими 11 и 12 ноября митинги сопровождались массовыми задержаниями однако 15 ноября суд отказался отправлять под арест эксглаву службы нацбезопасности армении артура ванэцяна несмотря на протесты и предполагаемые покушения 16 сентября пашинян заявил что в результате неудач в военных действиях в нагорном карабахе не собирается подавать в отставку об этом он сообщил в понедельник в ходе онлайн пресс-конференции цитата в моей повестке есть только вопрос обеспечения стабильности и безопасности страны других вопросов нет отметил он отвечая на вопрос журналистов о возможности подать в отставку правда по словам армянского премьера перестановки в правительстве все же планируются более того он заявил о намерении уволить министра иностранных дел за грабом нацаканяна через несколько часов после этих слов глава мид подал в отставку в тот же день никол пашинян назвал своих противников скулящими под стенами цитата посмотрел десятки видеоматериалов военнослужащих с передовой поражен глубокомыслием ребят ребята вы правы жду вас в ереване чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами очевидно что за счет уголовных дел против представителей оппозиции и увольнения министра иностранных дел а возможное ряда других чиновников премьер армении никол пашинян пытается сохранить свое кресло однако учитывая настроение протестных масс а также продолжающиеся последствия поражения в виде волны беженцев исходящих из карабаха в обстановке больше похожий на локальный апокалипсис далеко не факт что ему это удастся спустя несколько дней после повторной заморозки войны в нагорном карабахе в мире разморозился еще один застарелый вооруженный конфликт на сей раз в западной сахаре административно принадлежащий марокко после почти 30 лет относительного затишья обстановка в этом регионе резко обострилась подразделения марокканской армии вошли в буферную зону и приступили к установке кордона безопасности цель операции разблокировать дорогу перекрытую западно сахарскими ополченцами в конце октября и восстановить свободное перемещение товаров и людей между мавританией и марокко глава самопровозглашенной сахарской арабской демократической республики и генеральный секретарь народного фронта освобождения сегиет эль хамра и рио де оро он же полисарио брахим гали заявил о выходе из соглашения перемирия между марокко и этой организацией подписанного в 1991 году вот как пишет об этом американское новостное агентство cnn цитата брахим гали лидер независимого фронта полисарио объявил что группа больше не будет соблюдать договоренность о многолетнем перемирии в этом районе сообщила в субботу информационное агентство группы сахара пресс начав операцию марокко серьезно подорвало не только прекращение огня и связанные с ним военные соглашения но и любые шансы на достижение мирного и прозрачного решения вопроса деколонизации западной сахары сказал гали в письме в оон западная сахара это давно оспариваемая территория к юго-западу от марокко контролируемая в основном марокканским государством которое занимает около 75 процентов данной провинции марокко и фронт полисарио ведут борьбу за эту территорию с тех пор как испания отказалась от своего правления в 1976 году а мавритания отказалась от своих претензий на контроль над провинцией в 1979 после переговоров перемирия в 1991 году оон признала эту землю территорией без самоуправления министерство иностранных дел марокко заявила что начатая на прошлой неделе пограничная операция была направлена на закрепление режима прекращения огня в ответ на то что фронт полисарио якобы блокирует передвижение людей и товаров и атакуют войска оон на погранпереходе фронт полисарио объявил о мобилизации населения для борьбы с так называемыми марокканскими оккупантами в ходе боевых действий стороны применяют в том числе ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня что свидетельствует о серьезной интенсивности и потенциально высокой разрушительности идущих боев в боевых действиях уже успели принять участие миротворцы которые вели огонь из противотанкового ракетного комплекса отражая атаку полисарио в направлении гергерата марокканские власти обвиняют власти соседнего алжира скрытой поддержки полисарио за 10 дней до начала войны объединенные арабские эмираты открыли дипломатическое представительство в западной сахаре обострение боевых действий в западной сахаре может стать очередным витком политического форматирования пространство северной африки которое началось событий арабской весны в 2010 11 годах по факту на сегодняшний день границы в пустыне сахара весьма условны с учетом наличия в регионе активного вооруженного конфликта в ливии не утихающего уже который год боевики различных группировок народных ополчений и просто банд могут совершенно спокойно перемещаться в соседние страны создавая там новые очаги напряженности и оживляя старые это обстоятельство предоставляет удобный инструмент для всех соседних стран и государств из-за пределов северной африки желающих изменить баланс сил в регионе подробнее о том что происходит в западной сахаре и марокко поговорим с автором портала дипломатические комментарии ауракхом рамданом здравствуйте господин рамдан здрасте господин вот у нас в украине большинство зрителей весьма слабо знакомы с проблемой западной сахары хотя в общем то конфликт там давний очень интересный вот сейчас он обострился уже спустя фактически 30 лет перемирия расскажите нам пожалуйста в чем же суть тех противоречий которые вот имелись изначально между марокко и алжиром и которые вылились в этот конфликт с неподконтрольной территории фактически и с участием такого местного ополчения ну или наверное там их называют как-то террористами или что-то в этом духе сепаратистами сепаратистами спасибо за приглашение вопрос или проблема она классическая она находится в контексте дико проблем деканализации это связано с тем что после ухода колонизатора колониальной системе вот это последствия это с одной стороны с другой стороны это их распада османской империи даже ухода мусульман из андалюзии когда испанцы начали реванскую работу я бы сказал политику против реликта исламского халифата и они колонизировали вот эту северную африку в том числе вот где сейчас находится этот конфликт значит эта территория была оккупирована или колонизирована испании сразу после того как испанцы объявили о том что они уходят марокканское королевство она запланировали кавериса восстановить это было в 75 году если так и король хасан второй уже усопший вот сейчас и правит его сын мухаммед 6 именно 6 ноября 75 года он организовал зеленый марш это около 300 тысяч марокканцев это из гражданства общества если использовать нынешнюю терминологию значит ехали и шли там с провизией с семьями там вот не военные именно гражданские такое наступление такой гражданский на эту территорию вот таким образом они вроде бы как восстановление воссоединение двух частей одного королевства вот это не понравилось алжеру почему то алжер были другие расчеты почему вот этот конфликт между алжиром и мароккан не только из-за западной сахары он имел историю сразу после того как алжер получил независимость от франции были не регулированы вопросы границы между алжером и франции еще во время присутствия колониальной франции было договоренность между фронтом алжерского освобождения или национального освобождения и королем мухаммедом 5 после того как они получили независимость будем вопросы границы решать нет сейчас возможности поскольку вы сейчас под оккупацией франции и алжер получил независимость 62-м и 63-й год марокко в односторонном порядке ввел войска внутрь алжера с тем чтобы вернуть те территории которые когда-то он считал своими так тендов башар там бы была война была значит кровь шла между алжером и марокко вот это была такая предыстория поэтому между двумя режиме политическими это вопрос вендиты вопрос взаимозачетов и алжер тогда после получив независимости был в орбите интересов советского союза социалистического или коммунистического лагеря а марокко это реакционная страна в терминологии тогдашнего и копейцесс он находился в борьбе американцев атлантиза атлантизма потом в этом плане и алжер и марокко стали и высказать такими объектами холодной войны противостояния двух полосов в то время до сих пор по инерции они вот руководители этих стран и также старые люди это войне в военный генералитет у нас там короля там монархия они до сих пор не вышли со времен холодной войны до сих пор по инерции они используют то проблематику для того чтобы удержать свою власть не спекулирует на этим и вопрос западной сахарья для алжера и для его тогда для москвы это возможность открыть путь на атлантику на атлантический океан для экономических интересов почему в алжере там в регионе рядом с этой проблемной территории спорной территории там большие залежи железа фосфата и так далее и для того чтобы их переработать на северных комбинатах нужно их нужно транспорт для этого лучше бы использовать море почему то дешевле во первых экономически лучше иметь выход на атлантику это очень важно было для советского тогдашнего северского союза для того чтобы больше как-то витязнить контролировать натовские маневры ну а теперь для а уже а для после этого эта история она осталась в документах в осталось вложены большие деньги для того чтобы это полисарию это это марксистская кстати организация до сих пор идеологию левая идеология освободительная вот они а уже помогла им решить заявить о своем суверенитете как субъект международного права и они воевали шла война между марокко и полисарио вот и алжер полностью обеспечивала значит деньгами алжера нашими деньгами и столько инвестированы значит он не имеет права экономической политической точки зрения все это говорится бросить поэтому надо как-то и дали вот педалировать этот вопрос хорошо мы знаем что в начале девяностых конфликт был фактически я иду до этого да 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 вот пожалуйста и потом уже советское суд распас в девяносто первом году уже нет этого фактора внешнего это наследие такой неуклюже что делать с ним потом мировое сообщество в лице он решила дать возможность этому региону это полисарию определиться этот принцип самоопределения в результате референдума и поэтому где-то девяносто первом году он значит организовали или я бы сказать делегировали там миссию который будет именно заниматься вопросами самоопределения в результате референдума с девяносто первого года в течение тридцати лет марокко затягивается этим вопросом и всячески говорится создает препятствия до того что он там построил стену такую там из изоляционной для того чтобы не дать возможность дальше и двигаться в сторону атлантического океана там где принципиально есть экономические интересы до королевства это с одной стороны с другой стороны еще марокко после девяносто четвертого года алжир решил закрыть границы полностью между алжиром и марокко таким образом в результате теракта который был в маракши это девяносто четвертого года значит американские власти обвинили алжирские власти у нас в алжире кстати тем временем шла гражданская война между военными войнами исламистами из-за переворота который был организован девяносто первом году наверное те которые заниматься алжиром наши слушатели наверное знают этот вопрос и полностью марокко находиться в изоляции перекрыт поэтому в этом плане он шел на нарушение формальные нарушения вот этого соглашения о прекращении огня он открыл некую такую проход грегерат называется грегерат вот это там где сейчас горячая бы сказал точка для того чтобы иметь возможность обмена там товарами там передвижение людей в мавританию в мавритании жизненно важно получить товары там первые необходимости лекарства там продовольствие именно от марокко но это входит в интересы франции потому что мавритания это часть бывший французской африки и соответственно бывшая кого и не только вот этот проход который сейчас спорный вот эта тема сейчас она важна для франции для того чтобы контролировать и иметь какой-то магистраль для экономического взаимодействия со своими колониями в сахле там мавритания мали и так далее вот в этом плане вот это часто это для франции это своего рода альтернативный путь против тех планов геоэкономического характера со стороны китая россии даже американцы потому что северно-африканский регион он находится в зоне противостояния между этими субъектами китая россии американцев и европейского союза и франция для того чтобы она сохранила свой этот свой колониализм или свой колониальный потенциал вот для нее этот очень и поэтому она до сих пор педалирует и защищает марокко против того чтобы палисарию организовали в рамках международного права референдум о самоопределении еще это связано с тем что когда вот элементы вот или борцы за свободу палисарию перекрыли этот путь это в течение 20 дней или больше и так в октябре горит который этот это пропускной пункт на границе с мавританией да это совпало с тем что объединенные арабские эмираты открыли генеральные консульства в городе айон в спорных территориях то что кстати не политкорректность в рамках этикета международного права и дипломатии но они я для чего это делали эмираты они очень сейчас заинтересованы иметь свои базы торговые там почему потому что у них очень хороший актив это партия по всему миру и торговля и она вы значит для того чтобы таким образом она дает возможность марокко тоже заявит о своем суверенитете когда открывается такая это значит объединенные арабские эмираты уже на стороне марокко против алжира вот такая вот картина и алжир как страна которая имеет своей спецслужбе свой опыт в этом плане антитеррористических операциях она рассматривает в этом маневре что эмираты которые недавно заключили мир с израилем значит это имеет очень далеко идущие планы о том что алжир окажется между двумя скажем так натистями с ливийской стороны там находится турция в том же ты же эмираты которые там тоже занимаются своими вопросами еще они находятся уже под брошей алжира который уже поддерживают марокканскую сторону против полисариум почему потому что это свое родное какое признание когда ставит свою консульство в этом плане алжир тоже было беспокоен вот этим обстоятельством вот господин рамда у меня есть такой вопрос много у нас говорят в связи с северной африкой именно о ливии и мы помним что в 2016 году даже были такие прецеденты когда с территории ливии боевики в частности вот исламского то того что потом стало исламским государством да да переходили по сахаре на территорию марокко и там даже вот захватывали какой-то французский нефтяной завод или в мавритании это было вот вы меня поправьте если что и то есть мы понимаем что движение потоков ну боевиков оружия по пустыне она в общем-то достаточно свободная да какую роль это может сыграть в обострившемся конфликте в западной сахаре то есть очевидно что снабжение вот того же полисарию из алжира не будет проблемой но может быть их оппоненты скажем так поддерживаемые теми же эмиратами будут тоже вести какую-то свою военную или военно-политическую игру в пустыне при помощи боевиков из ливии правильно вы оставите вопрос действительно обними арабские эмираты как раз вовлечении в антитеррористических операциях помогает даже финансово франции в северном мали и вот этот регион сахара он фактически это продолжение географически и оперативные в плане контрабанды оружием наркотиками людьми проход нелегальной миграции в сторону европейского союза тоже это вызов в этом плане даже недавно приехал в алжир министр внутренних дел для того чтобы ругировать с алжирскими властями этот вопрос это все синхронно поэтому в этом плане я понимаю при нахождении консульства эмиратов там это не консульство не будет заниматься свой диаспор поскольку не диаспора арабской в том регионе это понятно что вопрос касается спецслужб и антитеррористических видимостей которые курируются с американцами в том же системе израиль с той же францией потому в этом плане вопросе этого прохода он марок марок хочет контролировать не только обеспечить себе экономически но обеспечить свою внутреннюю безопасность региональную в этом плане очень важно алжир это понимает но алжир он занимается вроде бы как-то помогает освободить освободительную борьбу до полисарию а друг с другой он создает проблемы марокко таким образом он поощряет именно этот я бы сказал этот военный конфликт который может конвертироваться в серьезный поток или нежелательных элементов которые просачиваются из ливейской стороны из северного мали в сторону марокко которые будут тоже иметь место просочения в европейский союз как недавно мы видели как этот парад терактов который имел корни не фильтрованные не обработанной миграционной субстанции да потому что не проходит легальный паспортный контроль и тогда так далее это контрабанда это нелегальная миграция и так далее но я боюсь я думаю что после прихода байдена в эту мир американцами будет как заявил что мы заняты своими внутренними вопросами это коронавирус экономическими реформами но я так вижу влияние американцев будет уменьшаться и поэтому в этом плане эту эстафиту она будет передана либо россии либо франции скорее всего россии и вот маневры россии очевидны и в северном мали и уже наверное в алджире работают консультанты военные внешние разведки россии россии которые наверное в соглашении или в координации с китаем которые заинтересованы в стабильности и политически для того чтобы как-то заниматься экономикой вот это кстати я считаю что для того чтобы регулировать вопросы это будет лечь на плечи вот этих двух трех субъектов они будут помогать вот решать этот вопрос для того чтобы подготовить почву для экономических маневров которые очень нужны в пост пандемический период господин рамдан наше время подходит концу спасибо вам за беседу да я вспомнил кстати что этот завод был захвачен тогда в шестнадцатом году именно в мали вот это северный мали там в северном мали спасибо что напомнили благодарю вас в студии международной панорамы был аурак рамдан автор портала дипломатические комментарии на фоне охватившего всю планету экономического кризиса южную америку продолжают сотрясать протесты и политическая нестабильность на прошлой неделе они затронули перу 15 ноября временный президент перу мануэль мирину объявил об уходе в отставку спустя несколько дней после вступления в должность главы страны во время теле обращения к нации мирина заявил цитата в этот момент когда перу проходит через один из крупнейших политических кризисов хочу довести до сведения всей страны что подаю заявление об отставке с поста президента республики без возможности отзыва своего решения призываю к миру и единению всех перуанцев политик отказался принять отставку 13 министров которые подали соответствующие заявления после гибели двух участников протестных акций по его словам члены правительства останутся на своих постах до тех пор пока неопределенность текущего момента не будет преодолена во вторник мирину до этого занимавший пост спикера принес присягу в качестве нового временного главы государства ранее конгресс перу проголосовал за импичмент президента мартина вискару обвиняемого в коррупции после этого в стране начались ежедневные акции протеста субботу в столкновениях с полицией погибли двое демонстрантов после чего депутаты и представители местных властей призвали мирину уйти в отставку как обычно бывает в подобных ситуациях протесты вызванные ухудшением социального положения из-за пандемии и последовавшего за ней экономического кризиса пытается возглавить и направить оппозиция и похоже впервые это удается джордж форсайт лидер опросов среди кандидатов в президенты на выборах в следующем году потребовал немедленной отставки мирину заявив в твиттере что его руки были запятнаны кровью по его словам конгресс должен выбрать нового президента из 19 депутатов проголосовавших против импичмента вискаре по бездоказательным обвинениям во взяточничестве в понедельник за смещение лидера центристов проголосовали 105 из 130 членов конгресса как демонстрирует этот случай идея сместить конкурента при помощи обвинений в коррупции на фоне экономического кризиса иногда дает эффект прямо противоположной желаемому особенно если претендент на высший пост идеологически не особо отличается от своего предшественника но при этом начинает закручивать гайки разгоняя протесты против его политики а об отношениях россии и украины об их лидерах и истории смотрите в интервью алексею кутепову российского блогера дмитрия пучкова о ленине стрелкове кургиняне на youtube канале крт ну а на этом у меня все с вами была международная панорама и я даниил богатырев до новых встреч на канале крт а